Как она в это время попала? Все удивляются просто. Всегда же все останавливались. Или она что ли так летела на скорости? Не знаю. Превысила скорость, проехала на красный, забуксовала. Жители сел Луговое и Наумова продолжают гадать, что могло случиться в тот роковой день на железнодорожном переезде. Напомним, 29 ноября легковушка с пятью пассажирами влетела под снегоуборочный поезд, который протащил Тойоту несколько сотен метров. В результате происшествия трое школьников погибли на месте. Двое выживших, второклассник и его учительница, которая управляла авто, до сих пор находятся в больнице. Отчество как у вас? Александровна. А дата рождения у вас? Куда ехал? Дата рождения, скажите. Спустя почти две недели после громкой аварии появились те, кто решил рассказать свою историю, которую косвенно связывают с ноябрьской трагедией. По словам сельчанки, за пару часов до ДТП она вместе с мужем переезжала через переезд. И их автомобиль сильно подбросила. Ну это было первый раз за всю бытность. Я не знаю, почему именно вот так. Но накануне шли бураны, снег. И причем бураны при теплой погоде, естественно, снег, наверное, скомковался и подтаял. И немножечко... И получились как бы, может, обледененные кочки. Но подбросило нас так, что если бы я была не в ремне, я бы стукнулась головой потолок машины. Однако фотографии, сделанные железнодорожниками за несколько дней до аварии, а также 29 ноября, говорят об обратном. Переезд был полностью подготовлен, очищен от снега и наледи. Другое дело его технические особенности. А когда он будет ровный-то у нас? Вообще ровный. А, вы имеете в виду, здесь кривые, здесь есть возвышенные. Вот я сейчас поехал, у меня днищем цепляется. Вот он чистый, но днищем цепляет. У нас кривая здесь, он не может... Так вы примите ее. А днищем должна быть выше другой. Вы ее выпрямите или сделайте авиадукт здесь. Одна... Вы же сами по себе дорога. А тут еще и автомобильная дорога есть. Тут нет возможности на стилу ложить ровно, по горизонтали. То есть это по правилам? Да, это техпаспорт переезда. То есть тут по-другому технология не выполнится. А для того, чтобы безопасно его пересекать, что для этого требуется? Просто проехать со снижением скорости. Не надо лететь на переезде, просто потихоньку проехать. К слову, у переезда достаточно дорожных знаков, предписывающих снижение скорости и остановку. Кроме того, звуковая и световая сигнализации исправны. Просто я так думаю, что человек не следил ни за поездами, ни за звуковой и световой сигнализацией. Не следил. Отвлекался, видать, на что-то. Я так думаю, что, скорее всего, просто было отвлечение ее. Потому что нельзя не услышать этот звонок, нельзя не увидеть. Как посмотрите, очень прекрасно видно, как светофор работает. А это кадр съемки с камеры видеонаблюдения, на котором видно. В левой руке у водителя мобильный телефон. А между тем, с этого места до ЖД путей остается несколько секунд езды. Вот он созвенел. Три минуты. Вот до прибытия поезда три минуты. Забуксовало или слетело, или сломалось. Можно элементарно выйти вот за это время и вывести ребятишек. Можно это сделать. На сегодняшний день в крае свыше 200 железнодорожных переездов. Большая часть из них оборудована световой и звуковой сигнализацией. Около 30 оснащены шлагбаумом. На 25 установлено устройство заграждения. Переезды делятся на четыре категории интенсивности движения. Тот, на котором произошло ДТП, относится к последней. То есть с самой низкой активностью. А значит, для установок дополнительных элементов, говорят железнодорожники, оснований нет. Переезд не попадает, так скажем, в те нормы, чтобы там был установлен шлагбаум и систему УЗП. Для того, чтобы все-таки там он появился, необходимо, чтобы интенсивное движение выросло, ну, как минимум в три раза. Также, по словам пресс-секретаря ведомства, ответственный контролирует каждый переезд. Вот только в случае с Тольменским районом, сколько знаков и шлагбаумов не поставь, безопаснее не станет. Грубое нарушение правил дорожного движения со стороны автомобилиста в данном случае. И если автомобилисты будут грубо нарушать правила дорожного движения, не помогут, поверьте мне, никакие шлагбаумы и даже систему УЗП. Впрочем, железнодорожники отмечают, что самые безопасные переезды – те, над которыми возведены путепроводы. Такой есть в Рибрихинском районе, следующий может появиться и в Панкрушихинском. В Тольменском, по мнению специалистов, строить такой нецелесообразно. Шлагбаум тоже не обещают. София Яценко, Андрей Печоркин, Александр Антропов. День с толком.